всем привет друзья с вами канал rx pro и в этом выпуске мы будем забивать босса the monk монах босс 6 главы и так выбираем собственно этот уровень и вот здесь вот есть одна особенность которую мне подсказали комментах до подписчики и так что же у нас тут есть выбираем расположение и вот как вы видите мы будем использовать только наземные юниты то есть никаких драконов там мотор с не берем никаких там фей ничего такого использовать не будем только наземные юниты да иначе монах будет использовать супер удар который поражает даже нашу крепость и так я там немножко по выбивал конечно вещи да там то есть звездочки но нам на максимальный уровень их так и не прокачал но собственно для того чтобы победить монаха нам необходимо создать численный перевес в самом начале битвы для этого нам понадобится караванчик будем его использовать для увеличения максимального объема еды с самого начала так поехали сразу же до закачиваем всю команду выставляем ждем новой порции новой партии так еще раз в начале не важно кто будет основным игроком то есть у вас здесь маги или ближний бой почему не важно потому как идет стенка на стенку борьба а вот когда мы подойдем к боссу расклад расклад немножечко изменится и основное войско должно состоять из магов но тем не менее и ближний бой тоже необходим как сдерживающая сила так в принципе можно поставить на авто ком конечно на авто не все войско заказывает он как-то так выборочно даже вот сама схема до конца мне не ясна как он заказывает все больше персонажей да мы заказать не можем и вот здесь вот босс начинает вести себя не культурно а именно начинает бить кулаками по столу как бы да при тем не менее поражает сразу же всех рядом стоящих персонажей поэтому персонажи дальнего боя будут предпочтительнее потому как они будут наносить основной урон за счет того что их выбивать не будут вот они будут накапливаться и собственно составляют основную ударную силу так что происходит с нога он выставил этих отталкивающих вот эти ящеры которые синие с вилами они отталкивают у них есть такая вот способность толчок происходит не тогда когда остается уже мало жизней у наших персонажей а именно обычный удар отталкивает окно в целом как бы все отлично динамика боя хорошая то есть уже треть здоровья у башни этой монаха отняли осталось немножечко еще добить его до половины так по сути как бы однообразно пара из проходит битва разница лишь в том что от остальных битв отличается тем что много хп у самого босса ты даже если у нас прокачаны полностью персонажи да все равно очень долго мы его будем бить ну на это собственно и расчет то есть по сути что нам понадобилось для победы над этим боссом 1 это караванщик да то есть нам необходимо было создать максимальное количество еды с самого начала чтобы выпустить сразу всех воинов которые у нас есть вот максимально прокачанные войны ближнего боя желательно последних уровней то есть там всякие големы там вот мисс меч стражник крепости и что же еще на собственно все то есть никакие мы бустеры остальные не пробовали в плане там всяких щитов молотов там вихрей и так все прошли без проблемно так вот мы открыли сундучки принципе нормально там вывалилась 120 кристаллов можно было бы получить ну нам два урагана собственно хорошая штука ураганы так и вот наша обещанная награда 10 тысяч кристаллов собственно у меня было две две с половиной тысячи плюс 10 отлично да отлично и так получилось у нас на три полные покупки специальных 10 призывов что собственно мы будем делать но не сейчас а чуть попозже ну что ж друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал будут вопросы пишите их в комментариях пока 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 пока